Идем исследовать общежития завода Юпитер. Вот они. До аварии здесь проживали работники радиозавода. После аварии здесь проживали ликвидаторы. Есть даже архивные видео, где показан их быт. Сейчас пойдем посмотрим, что же осталось от них. Так как известно, что они работали еще несколько лет после аварии в общежитии. Так, заходим внутрь. Здесь ресепшн. Стенка с разными объявлениями. Постоянно в ходе нас встречают наши боевые подруги в лице администрации хозяйственных обслуживающих персоналов этого общежития. Вот посмотрите, японское оборудование. Это японское оборудование. Как им пользуются? Зелененький свет означает, что оно вас ждет. Заходишь. Кабину на себя. Загорается лампочка контроль. Пока чисто не загорится, ты не выйдешь от себя. Дядя, держи, пожалуйста. Ну, просто переговорю. Простепи ничего. Помещение холод для желающих, так сказать, поиграть на портепьяно, с их услугом портепьяно. Танцы здесь не устраиваются, а свайрон не заполнен. Поднимемся-ка на второй этаж. Вот видите, у нас на ступеньках такая как бы пленка. Вот, это везде в зданиях по зоне, там где работали ликвидаторы, есть именно такая пленка. Так, тут у нас лифт, лифтовая шахта. Выход на балкон такой интересный. Здесь множество-множество мебели разбросанной. К сожалению, как я говорю в каждом видео, мордовы здесь очень хорошо поработали. Уголок здоровья. Кровати все свободные. Непонятно. Куда это, молодежь? Слышишь, надо, наверное, снять... Музыка По это баночка от кофе как икве да вот именно в этих комнатах и жили ликвидатор и вот здесь мы видим остатки противопожарной системы по разным данным это помещение работал до 96 года так же как и работали некоторые цеха заводы юпитер у нас видно душевая делать куклы с теста непонятно кто помнит хотя такие бутылки были от молока советская к сожалению время не щадит эти здания даже несмотря на то что они были оставлены не во время не после аварии в первые дни оставлены были спустя восемь-десять лет после аварии уже и все равно имеют вот такой печальный вид и Субтитры создавал DimaTorzok Тут мы видим, что мародеры подготовили множество мебели, различных металлических деталей на вывоз, на вынос. Вот видите, как они сложены все вместе. Двери. Видно, что-то им помешало. Скорее всего, поменялась власть, поменялись власти в самой зоне. И те, кто мог здесь работать официально или полуофициально, не смогли завершить свое грязное дело до конца. Ну, к нашему сталкерскому счастью, что мы можем хотя бы на что-то еще посмотреть. Что у нас тут? Ори Прим. Не знаю, что такое Ори Прим. Педиатрическая микстура. Итак, посмотрим еще четвертый этаж. Вот как мы видим, у нас это здание состоит из двух, как бы два крыла в нем. И вот одно с другого, вот почему-то отделено такой решеткой. То есть, ну, неизвестно почему. Вот это в другом крыле такое. У нас такая деревянная дверь. Здесь, ну, трудно сказать, что это. Похоже на зал какой-то. Ну, вот на четвертом этаже уже хоть проскакивает какая-то сохранность. Уже какие-то тумбочки хотя бы есть. Целые. Ну, вот шкафы есть. Обувь рекомендаторская. И бутылочка спирта. Да-да, именно спирта. У нас комната в ужаснейшем состоянии. Все видно протекает. Видите, как позгнивала мебель. Тут лежат пачки старых сигарет. Навсегда оставленный город. Так, заходим в следующее общежитие завода Юпитер. Мужской сан-пропускник. Вот он, видите. Сейчас мы с вами пройдем по сан-пропускнику. То есть, это место, где люди заходили, снимали свою домашнюю одежду, одевали рабочую одежду, в которой они работали. И шли дальше на работу. И так же самое обратно, чтобы выйти, нужно было снять рабочую одежду, потом зайти вот здесь. Видите, душевые были. Вот это душевая. И тут опять стоят шкафчики. Скорее всего, здесь уже была рабочая одежда, которую одевали ликвидаторы для того, чтобы работать. Скорее всего, непосредственно на заводе Юпитер. Так как это именно общежитие радиозавода Юпитер. Вот. То есть, вот так мы переоделись, прошли, и здесь уже общежитие. Здравствуйте, дорогие и уважаемые наши гости. Вы находитесь в сан-пропускнике Голубота Юпитер. Это стало временное наше жилье. Здесь мы пользуемся нашими шкафчиками, переодеваемся из грязной в чистое и проходим для принятия душ. Которые постоянно ходят со мной в разведку из Владислава Борисовича. Надеюсь, и дальше будет ходить. Это душевая комната. Здесь мы, как правило, голенькие стоим. Но сегодня никого нет. Но сегодня никого нет. К сожалению. Оставляем грязное, проходя в условную черту сан-пропускника и сбросив весь комплект наработанных на день шификов. Проходим в чистое помещение, где подкастан своим номером соответствующую номеру размера бобина. В шкафчике висит чистое белье, полотенце, душ. Ну, а тот, кто хорошо себя ведет, здесь кусочек кофе. Да. Преимущественно в гразийского, но иногда перепадает. Здесь нам выдают тапочки, постельные принадлежности. Выдают мне часто, раз в год. Если хорошо себя ведем, почаще. Это у нас центральный холл. Сохранилась, к сожалению, только раскладушка и несколько матрасов в центральном холле. Ну, и, в принципе, здесь и не должно было быть. Это уже кто-то притащил. Ну, и вот здесь вот доски со всякими правилами общежития, с информацией. Вот он, женский инстант-пропускник. Вот он, женский инстант-пропускник.